Здравствуйте! Новости на канале НТС в студии Джолдош Исаков. Начнем с дорожных происшествий. К сожалению, смертельных. В Аше в ДТП погибли два молодых футболиста. Еще один с травмами доставлен в больницу на автодороге Ошбаткен. Легковой автомобиль Mercedes-Benz, в котором ехали спортсмены, столкнулся с мини-грузовиком Hyundai Porter. Известно, что 22-летний Джихангир Махмудов и 20-летний Асад Алимов оба воспитанники футбольного клуба Алай ехали из Баткена после просмотра и подписания контракта с командой Нурбаткен. Футболисты возвращались домой, чтобы отдохнуть до конца этой недели, а после принять участие в международном футбольном турнире в Узбекистане патрульная милиция Южной столицы пока не сообщает причины трагической автоаварии. В Каракуле психически больной мужчина угнал машину и совершил наезд на школьников. Информацию об этом подтвердили в ОВД Джалабадской области. Как сообщается, этот случай произошел вчера. Водитель машины марки Honda Stepwagon припарковался у магазина и зашел внутрь. При этом в автомобиле остались его дети и беременная женщина. Стоявший рядом неизвестный мужчина сел за руль минивэна и, проехав около 50 метров, наехал на трех школьников 10 и 11 лет. Как сообщается, школьника в тяжелом состоянии госпитализировали. Подозреваемого вскоре задержали. Как выяснилось, ранее ему был поставлен диагноз шизофрения. Больного отправили в психиатрическую больницу. В Карабалте минувшей ночью неизвестные подожгли машину замначальника Джаильского РОВД Кайрата Иманалиева. Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, сегодня в половине четвертого утра поступил вызов о том, что горит Honda Accord, которая была припаркована во дворе многоэтажки. На место сразу прибыли милиционеры и пожарные. После того, как пожар был потушен, на заднем сидении обнаружили камень. По предварительным данным, в машине чувствовался запах горючей смеси, бензина или солярки. Возбуждено уголовное дело, назначены судебно-технические и судебно-химические экспертизы. Чекисты задержали сотрудника соцфонда. Как сообщает пресс-центр ГКНБ, в понедельник к сотрудникам спецслужбы обратилась жительница Соколукского района. Она пожаловалась, что хотела получить в местном управлении социального фонда выписку по соцсочислениям за последние 10 лет. Сотрудник же управления, изучив сведения, заявил ей, что у нее есть нарушение и предложил решить вопрос за денежное вознаграждение. Женщина через два дня отнесла ему деньги. Правда, перед этим серийные номера купер чекистами были продублированы для сверки после задержания. За вымогательство взятки теперь сотруднику соцфонда грозит либо штраф до 2 миллионов сомов, либо лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Розаим Норматова, которую накануне ЦИК лишила депутатского мандата, не будет оспаривать в сути решение комиссии. Об этом она сообщила в беседе с нашими журналистами. При этом она считает, что ее диплом об окончании Джалалабадского университета аннулировали незаконно. Соответственно, по ее словам, незаконно лишили и депутатского мандата. После того, как в ЦИКе накануне было принято это решение, Норматова в социальных сетях написала, что все это смешно и саркастически удивилась, что еще надо было аннулировать ее паспорт, признав незаконным его получение. Отмятием скандал вокруг диплома Норматовой идет уже неделю. С начала ГКНБ заявил, что документ о высшем образовании ей был выдан незаконно, потому как, считают чекисты, в Джалалабадский университет она поступила сразу на третий курс после окончания Московского бизнес-колледжа. При этом сам документ об окончании этого колледжа Норматова показать не может, не нашли его и в архивах вуза. Более того, Министерство образования накануне заявило, что в колледже девушка училась на бухгалтера, а в Джалалабадский университет была зачислена по направлению журналистика. Ведомстве заключили, что это противоречит нормам по обучению по ускоренным программам. Неужели Кыргызстан при помощи России начнет строить у себя атомную электростанцию? Еще одна тема, похоже, вызывает общественный резонанс. Отметим, российская госкорпорация «Росатом» сообщила, что накануне в Дубае она подписала меморандум о строительстве АЭС Министерства энергетики нашей страны. В сообщении отмечается, что стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества по сооружению атомной станции малой мощности на базе реакторной установки «Ритм-200» на территории Кыргызстана. Далее приводятся слова главы «Росатома» Алексея Лихачева. Он уверен, что реализация этого проекта значительно изменит энергобаланс стран региона, а в самом Кыргызстане будет решена проблема энергозависимости. Новость о строительстве АЭС, надо сказать, сразу же взбудоражила соцсети. Минэнерго Кыргызстана затем сделала заявление. А в нем говорится, что кыргызская сторона лишь выразила заинтересованность в изучении перспективной разработки российских атомщиков. Ну и решение о возведении атомной станции в Кыргызстане, как подчеркивается, будет принято только по итогам длительного процесса, который будет включать многосторонние экспертизы, прежде всего экологической безопасности, разработку и утверждение технико-экономического обоснования и, самое главное, всенародное обсуждение и прохождение всех этапов согласования в государственных органах. Республиканскую таможню вновь возглавил Самат Исабеков. Глава Кабмина подписал соответствующее распоряжение. Отметим, Исабеков был уже главой ГТС в прошлом году, правда, всего пять с половиной месяцев. В июне еще Лукбеком Мариповым он был назначен председателем таможенной службы, а в конце октября снят с должности уже Колбеком Джапаровым на место Исабекова. Тогда был назначен отделец Куан Ичпеков, которого, как известно, на этой неделе арестовали по подозрению в коррупции. Ну что ж, на этом пока все. Развитесь в событии. Вы узнаете из наших следующих выпусков. Уверимся. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова